Ребятки, приветик! Это вам апдейт по поводу разборки коробок. Ну, по крайней мере, они ушли из этого барной стойки, да, коробки ушли. Вот они теперь лежат. Мне надо, короче, пустые коробки, да. Еще не все, вот тут еще есть. Ой, слушайте, это вообще что-то. В этих коробках чего только не было. Ну, нужные вещи, да, там тарелки были, там специи разные. Как он жил месяц, у него ничего не было, ни тарелок, ни вилок, ничего. Холодильник, ребята, вообще пустой, ничего, как будто в него никогда не заглядывали. Куча вещей постиранных, хотя бы постиранных. Постельная поменяла, постирала, бросила в стиралку, вот все, кровать сняла, все. Я говорю, серьезно, не шучу, у меня такое впечатление, что он вообще не менял постельное белье, как с тех пор, как уехала. Может я ошибаюсь, может быть он его менял один раз. Но на вид, судя по наволочке простыни, одеяло тоже надо вообще стирать. Мне такое впечатление, что я говорю, он вообще за полгода ни разу не стирал. Вы знаете, почему я удивляюсь, да, то есть те мамы, которые с сыновьями, вот там вообще лежит, я не знаю, что, это надо все, ну, пустое, какое-то вот для чего это было, может кровать они заматывали, или матрас заматывали, пластик просто лежит, ни к чему. Вот, немножечко ванной поприбиралось, так что уже более-менее. Где коврики, вопрос, загадка, неизвестно. Где занавеска от этой, она была, хорошая новая занавеска, неизвестно. Вот там у меня были полочки для ванной, нету. Мыло, вот вы представляете, это человек, мыло моется. Я ему оставила огромную упаковку мыла. Где оно, где это мыло, чем он моется. Дальше, палочки. Я приехала, говорю, где палочки для вшей. Он говорит, у меня там где-то две палочки. Он нашел две палочки, он мне, значит, это, да, две палочки. Я, короче, полезла, ребята, и оставляла ему кучу всего. Вот сейчас пошла, у меня тут целая упаковка этих палочек. Целая упаковка. А к ним, к этим палочкам, еще вот такая вот штучка для этих палочек. Она прямо к ним, ну, с пачкой. То есть, пожалуйста, есть, пользуйся, да. Чего не хватает? Так, нет, палочек не было, ни одной. Мыло, обмылок. Это мы должны, с учетом того, что их миллион. Занавески неизвестно где, коврики неизвестно где, мусорки нет. Я найти не могу. Я уже, значит, это все разобрала максимально, да, то есть, коробки, по крайней мере, я пооткрывала. Кое-что там надо разбирать еще. Но те, которые я открыла, я найти не могу ничего, ребята. Я не знаю, где это, куда он это все задевал. Дальше. Что-то хотела бы быстро сказать. Так, посуду. Посуду я почти все нашла, но не хватает. Занавеску не могу найти. Веники не могу найти. Пылесос отсутствует в квартире. Я уезжала, он был, хороший немецкий пылесос, Бош. Где он? Неизведанно. Нашла мешки, правда, для пылесоса. Ой, слушайте, я вообще... Мне вот интересно, он месяц жил, он... Как он выживал? То есть, значит, это все я достала из всяких коробок. Значит, в коробках были специи, в коробках была посуда, соль, перец, кофе даже. Я сегодня не могла попить кофе, потому что я просто не могла его найти. А, я к чему... Что я хотела сказать? Я хотела, ребята, сказать, что... А, прикол. Папа сегодня звонил. Говорю, пап, телевизор на полу стоит. Я говорю, представляешь? Я говорю, ну, надо повесить. Для него есть специальная хрень, которая вешается на стену. А его надо повесить. Я ему даже предлагала людей вызвать и повесить, да? А он говорит, ну, я вот лежу на этом диване, и он на полу стоит и работает прекрасно. Он говорит, зачем вы его вешать? Мне с дивана... Вы видите, что? Это я сегодня... Все вот это делала. То есть, я только кофе попила, вот уже сейчас полтреки во дня. Я только, наконец, нашла это кофе. Я его найти не могла. Я бы его попила раньше, но найти не могла. Нашла кофеварку. Вот. Нашла турку. Хотя бы в турке сделала кофе. Кофеварку нашла. Еще у него, по-моему, керук есть. Это все стояло. То есть, ты что, кофе не пил месяц или что? Дальше. Значит, почему для меня такой сюрприз? Потому что он жил в общежитии. То есть, он жил в нашем доме, да? Все было прекрасно. Мы жили в очень богатом, хорошем доме. Потом уже после ковида мы его продали. Потому что начались бардаки в Далласе. И как бы я решила, что хватит с этим домом возиться. Вот еще целая коробка. Тут какие-то кухонные вещи я нашла. Вот. Ну, я к чему? В общем, он из дома, где мама чистила, готовила, кормила, стирала, он переехал в общежитие. С мальчиками он жил. И ни меня, ни отца, ни сестру никогда в этот общежитие не пускали. То есть, нам было запрещено туда приехать. Я теперь понимаю, почему. Я думаю, он, наверное, просто... У него там, наверное, такой был ужас, что... Что он, это самое... Нам не разрешал даже приезжать туда. Поэтому я не знаю, как он жил. Вот один, да? То есть, потом, значит, до отъезда меня в этот... В Россию, он постоянно к нам приходил, он кушал, приносил вещи свои, стирал, да? Я заходила на его квартиру, там, периодически, значит, навещала. На выходные как бы не было такого бардака. А вот так, чтобы он остался на... Месяц вот в квартире, да, один, без никого. И отец сейчас на ранче живет. Три часа отдался. Вот. Это первый раз. То есть, для меня, конечно, это шок, потому что... Ну, я тебя понимаю, что, наверное, в общежитии он так же жил, но я-то этого не видела. И вот он был дома-дома. Потом он приезжает в общежитие, куда нам запрещено приходить. То есть, мы не могли его навестить в общежитии, в университете, я не знаю. Потом он нашел подработку после занятий. Он сейчас подрабатывает, ассистент инженера, хорошо зарабатывает. И, соответственно, он смог себе снять хорошую квартиру. Меня девочки спросили в комментариях про цены. Я все расскажу, я все точно узнаю, что почем и какие коммуналки он платит. И я вам расскажу, сколько сейчас стоит. Ну, квартира, я считаю, что неплохая. Район хороший, апартаменты достаточно новые, высокие потолки. То есть, как бы он мне показывал по видео, когда он смотрел апартаменты, мне понравились. Я говорю, хорошо, видно, что они плохие. Он платит. Вот тут еще гардеробная вот там. Показывать даже не буду, потому что страшно показывать. Слушайте, ну это хорошо, что я выспалась. И я как-то вот так чувствую энергию. Вчера я просто была еле живая, честно говоря. Чтобы вот такой вот провернуть, провернуть вот такой вот ужас. Я как бы так давно не работала физически, чтобы столько разбирать. И вот с утра я как бы еще, еще же это не все. Я не могу еще найти несколько ящиков. Ни занавеска от ванной, ни гемыла есть не найду. И не могу найти. Что я вообще не могу найти? Коврики для ванной. А они есть. И еще там были куча средств для душа и так далее. Тут я уже кое-что разложила. Смотрите, не было мочалки мыть посуду. То есть я приехала, мочалки нету. И я не знаю, чем он мыл месяц. Да, мочалки в ванной, в раковине не лежало. И даже полотенца. Потом я нашла хотя бы вот эти кухонные полотенца. Я уже одни полотенца мыла. А в другой коробке я нашла гляньки, сколько я ему оставила мочалок. Ну вот куча мочалок. Почему-то они просто были в одной из этих коробок. Надо было просто открыть коробки, и вот будет мочалка. Можно уже мыть посуду мочалкой. Где мыло? Мыло я ему оставила, я не могу даже сказать сколько. Там, наверное, целая коробка огромная мыла разного. И органического там, и всякого нету. Найти не могу. Значит, это где-то в гараже. Вот половины кухонной посуды не хватает. В общем, спросила дочку. Она помогала тогда с отцом моим приезжать. Она говорит, спрашиваю у него. Он руководил, куда все ставить. В общем, где-то теперь это все в гараже. И, в общем, я так чувствую, что нам придется в гараже. Более того, он еще весь заросший. У него эта челка уже ниже носа, уже во все глаз кругом влезет на душ. Я говорю, ты когда подстригался последний раз? Ты просто заросший, не знаю кто. Тебе надо срочно стричься. Он говорит, да что, нормально. Мне говорят, так идет. Я говорю, ну как идет, когда эти два волоса в глаза лезут. В общем, что вы думаете? Все, я уже его, это самое, сделала аппоинтмент. Ему назначила его на среду парикмахеру. У сестры воскресенье свадьба. Я говорю, ты что, собираешься не стриженной быть? Ты когда собираешься назначать? Потому что надо заранее назначать. И к русскому парикмахеру он пойдет. Девочка у нас из Ставрополя очень хорошо стрижет. Ему очень хорошо идет эта стрижка. Я говорю, ты знаешь, что Маша очень занята. Надо бы заранее заказывать стрижку. В общем, мама приехала. Мама заказала ему, значит, договорилась с Машей, чтобы его приняли в среду. Чтобы он до свадьбы. А еще какой-то костюм. Оказывается, сегодня он должен с отцом ехать. Костюмы они меряют. Потому что заказали костюмы на свадьбу. Им надо сегодня прям срочно померить костюмы. Я уже молчу о том, что я просила мою машину помыть. И чтобы моя машина была помыта. Я даже не спрашиваю. Я уверена, что она не помыта. Вот так вот. А мне сказал, да, конечно же, я помою машину. И отвезу к дилеру. Дилер бесплатно у меня. Инфинити. Дилер бесплатно моет. И пылесосит. И мне пообещал, что, конечно же, я поеду. И все по пылесосю. И все будет чистое. Вот это мне приезд. Я думала, я приеду. Буду пить кофе. Вот тут на патио. Наблюдать на красивую клумбу. Просто наслаждаться свежим воздухом. Пить кофе вот здесь. Надо, кстати, где-то столики. Где-то кресло. Все это было. Я когда уезжала, у него были там кресла и столики. Ничего нет. Где это все? Ну, кухонный ящик с кухонными принадлежностями стоит почему-то на патио. И это он стоит на месяц. Потому что я спросила. Он говорит, ну, как перевозили. Это был месяц назад. Вот оно так и стоит. Оно никуда. Он даже в кухню его не занес. О, слушайте. Ну, да. Может, ребята, для вас это не шок. Но для меня это полный шок. Вот такой. Как попасть в такой секанс. Я просто теперь понимаю, почему моя мама мечтала, чтобы брат женился. Еще ему было лет 20. Она все усватывала там, где только могла. Чтобы быстрее найти ему жену и его приженить. Я думаю, куда ты спешишь? Ну, пусть лет до 30 погулять. В 30 лет женится. А теперь я понимаю, почему. Потому что мама не хотела до 30 лет вот это вот, вот таким вот заниматься. Теперь я понимаю, почему. Я понимаю. Теперь я тоже хочу, чтобы мой сын женился в 20 лет. Потому что самому ему не выжить в таких условиях. А мне как бы, да, вот это вот на два дома жить и ему... Слушайте, я не знаю. У меня прямо шоковое состояние. Ну, папа сказал, ну, брат, говорит, точно такой же. Поэтому мама всегда мечтала, чтобы он женился. Чуть ли не с 18 лет уже она думала об этом. А я сейчас, ну, что ты, ну, что ты его пытаешься приженить? Ему только 20, ты его уже там, невест ему ищешь. Уже женить его собралась. Как ты так можешь? Все стало на свои места, как говорится. Да, теперь я наелась того, что я маме как подняла. Теперь я все поняла, ребята. Все поняла. Хорошо, что у меня только, говорю, один сын, вторая дочь. Потому что дочь у меня, конечно же, ну, вообще, чисто частюля. Повезло ее будущему мужу. Вот. Ну, все. Теперь ждите репортаж, когда Юля все это разберет. Если я доживу до этого момента. Welcome to United States of Turkey, America. Guys. Наслаждайтесь любимыми детьми. Они маленькие. Потому что когда они будут большие, вам будет уже не до того. Будете пахать, как лось. Пожелайте мне, пожелай мне удачи в бою. Сейчас буду плакать. У меня сейчас будет истерика, ребят. Пожелай мне удачи. Не остаться в этой коробке где-нибудь. Ой, все, сейчас будет нервный срыв у меня, ребят. Пошла валерьянки попью. Пошла дальше работать на плантации, как раб. Пока. Пока.